...футбол, который от него мало кто ожидал. Впервые за время правления Олега Романцева каждое действие команды было наполнено рационализмом. Даже фалы имели свое строгое назначение. С их помощью Спартак остановил стартовый натиск спортинга. А потом методично стал реализовывать свой превосходящий класс. Конкретные эпизоды развивались далеко не по законам логики. Но в общую конвою игры они ловились очень органично. Игор Китов зрячо простреливал с фланга, и Димаш сам виноват, что подставился под мяч. Так Спартак вышел вперед, не имея ни одного голевого момента. Хозяева очень старались, бегали быстрее, били чаще, но своим уверенным спокойствием Спартак разрушал все их планы. В самом конце тайма спортинг, казалось, поймал свою игру, надолго задержавшись на чужой половине. После одного из угловых безродный вынес мяч из ворот. Этот подвиг остался почти незамеченным. Все спартаковцы отнеслись к происшедшему без эмоций. Очень показательная реакция. Спартак считал ниже своего достоинства радоваться таким рабочим моментам. События второго тайма доказали, что москвичи не ошиблись с подходом. В чисто спартаковской комбинации принял участие все тот же Димаш. Он оказался едва ли не самым важным элементом в атаке, которая закончилась голом. 2-0, все стало ясно. Старания спортинга потеряли всякий смысл. Было понятно, что такой Спартак португальцам не сломать. Филимонов защищал рамку, как в своих лучших матчах. И с особым куражом руководил обороной. У Спартака в этой игре получалось все, и даже больше. При рядовом навесе в Лиссабонскую штрафную вряд ли были основания надеяться на гол. Но снова вмешался Димаш. Это именно он скорректировал полет мяча, перенаправив его в голову Титова. В каждой голевой атаке Спартака находилось место доброй случайности. А у спортинга все было наоборот. Нападающий Акоста выступил олицетворением лиссабонского невезения. Лига чемпионов – турнир, в котором победы приходят к искушенным и опытным. В этом отношении Спартак намного сильнее спортинга, что и было доказано.